Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Ненецком автономном округе ухудшается. 139 заболевших. Текущую ситуацию обсудили на оперативном совещании. Амбулаторное лечение по месту нахождения получают 113 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 14 человек в сельских населенных пунктах. У 39 заболевших диагноз клинически подтвержден. Всего на сегодняшний день на карантине и самоизоляции находятся 847 человек. Еще четверо в обсерваторе. В целом у нас очень сложная ситуация складывается. За последние недели у нас значительный рост заболевших. И если еще три недели тому назад у нас практически не было больных в стационаре, то и в стационаре у нас достаточно много больных. Вызывают тревогу количество заболевших, находящихся на стационарном лечении в специализированном инфекционном отделении специализированной реанимации Ненецкой окружной больницы. На сегодняшний день в Ненецкой окружной больнице находится 26 пациентов. Семеро из них в удовлетворительном состоянии. 13 в средней степени тяжести, 6 в тяжелом. Они находятся в реанимации. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Нам выделена значительная сумма денег для того, чтобы мы могли закупить эти лекарства. Но по факту мы и сейчас уже обеспечиваем лекарствами всех больных. И тех, кто находится в стационаре, и тех, кто лечится амбулаторно дома. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Введены новые меры ограничений. Они касаются заведений общественного питания, которые будут закрыты для посещения с 23 часов до 6 часов утра, а также работы ЗАГСа. Теперь на торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожены и регистратор. По-прежнему в округе действует так называемый пропускной режим. Прибывающим в Нарьенмар и других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо представить либо справку об отсутствии заболевания, либо уйти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. В общественных местах и на транспорте действует масочный режим. Мы с вами находимся в режиме повышенной готовности. У нас с вами не изоляция, но по факту все, кто прилетает к нам в округ, должны иметь либо результат теста ПЦР, либо уходить на двухнедельную самоизоляцию. В настоящий момент мы практически утроили количество тестов в сутки ПЦР. Ну и как результат, поскольку тестов делаем много, то и выявляем достаточно много больных. Многих жителей округа, особенно предпринимателей, интересует вопрос, не повлияет ли ухудшающаяся эпид-обстановка на ужесточение мира в регионе. Для меня абсолютно очевидно, что мы должны сохранить малый бизнес, экономику и не допустить, чтобы там был хоть какой-то спад. Поэтому даже принимая какие-то дополнительные меры ограничительные, мы должны во внимание принимать следующее, что без необходимости ограничивать работу ресторанов, кафе, салонов, парикмахерских мы не будем. Скорее будем жёстко контролировать все меры, но уж точно закрываться жёстко не будем. С 3 по 8 ноября в школах округа начались плановые каникулы, за исключением Великовисочной школы, где засроченные каникулы были на прошлой неделе, и школы номер один в Нарьинмаре, где учащиеся с пятых по одиннадцатые классы продолжают учёбу. Начнут ли школьники учёбу в очном режиме, по окончании каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если всё-таки не пойдёт на спать, то есть предложение на следующую неделю, ещё там получается по 13-й, вроде бы, да, число, ещё продлить каникулы. Важно отмечить, что при сложившихся обстоятельствах дополнительные каникулы рассматриваются не как повод для веселья. Родителям необходимо ограничить контакты своих детей со сверстниками. Если мы принимаем такое решение и продлеваем каникулы, то было бы логично тогда провести работу и с ребятами, и родителями, и объяснить, что эти каникулы не для того, чтобы они тусили, простите, да, и собирались там в кафешках. Тогда смысл этого вообще теряется. А для того, чтобы они находились в это время дома, ну пусть они в конце концов там, ну если не книги читают, то играют на компьютере, ну пусть они дома находятся. Что касается детских дошкольных учреждений, то здесь регистрируются локальные случаи карантина в связи с превышением до 20% порога по заболеваемости ОРВИ. В шести детсадах на карантин отправлены по одной-две группы, полностью закрыты для посещения детский сад в Харуте. Напомним, в округе продолжается прививочная кампания от гриппа и плановая вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. На текущий момент уже привиты 33 работника здравоохранения. Ведётся работа постоянно департаментом по формированию потребностей лекарственных препаратов для лечения ковидных пациентов в амбулаторных условиях. И нами заключены последние соглашения с Минздравом на дополнительные выплаты медицинским работникам и закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения ковида. В минувшие выходные глава региона побывал в одной из объектов Ненецкой формации, чтобы лично убедиться в наличии лекарственных средств на её прилавках. И был приятно удивлён ассортиментом препаратов – противовирусные, противогриппозные. Ну то есть весь набор препаратов, которые необходимы для лечения сезонных респираторных заболеваний, гриппа и даже ковида, сегодня в нашей аптеке представлен. В ходе совещания было отмечено, что большинство случаев проникновения в округ вируса связано с возвращением местных жителей из-за его пределов. Эта проблема требует более пристального рассмотрения на оперативном штабе, который состоится на этой неделе. «Для того, чтобы система здравоохранения вынесла повышенную нагрузку». В связи с этим глава региона поручил всем ведомствам и подведомственным организациям ограничить выезды в командировки и участие в мероприятиях за пределами Ненецкого округа, в том числе организованных групп школьников. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».